Ребята, привет! Меня зовут Лера, вы на канале про Америку. Продолжаю свои выпуски без монтажных видео, посмотрим, что из этого получится. Сегодня я в выпуске одна, Максима нет, никаких интервью не происходит вообще, больше никого пока что, ни о чем не спрашиваю. Сегодня хочу вам рассказать о том, какие странности есть в нас, которых не понимают американцы. Что такого делаем мы, на что американцы всегда смотрят странно, либо чего американцы сами же никогда бы не сделали. Я прожила уже в Америке 4 года, до этого была по work and travel еще плюс полгода. В общем-то, докину 4,5 года моего опыта собрана в этом видео, поэтому если интересно, оставайтесь, смотрите до конца. Ну что ж, начнем с первого, с первого пункта, который я себе здесь прописала. Это американцы не гуляют с друзьями каждые выходные. Вот мне кажется, у наших только людей есть такое понятие брат, брат, да, друг, но брат, мы просто как братья. И вот любим мы ходить и встречаться с друзьями every single weekend. И это ладно бы, когда только по выходные, но бывают же такие случаи, когда просто друзья у вас дома тусуются целыми днями, либо вы тусуете все, друзья, целыми днями. Вот не о чем просто людям больше заняться, да, и все встречаются друг с другом. А я здесь не говорю только о том, что мы встречаемся от безделия. Нет, многие из нас довольно-таки очень даже занятые люди, но мы все равно находим свободное время для того, чтобы провести его с друзьями, пообщаться, сходить аут куда-то, где-то покушать, сходить кому-то в гости, позвать кого-то на завтрак, на обед, ужин. В общем-то, мы какие-то более, что ли, социальные, не знаю, американцы, вот с ними нужно бы запланировать, и то вот они только по выходным, наверное, встретятся, и то не всегда, потому что иногда после работы они очень уставшие, и они не пойдут никуда гулять. Или там, они должны полежать немножечко отдохнуть, перевести дыхание. Мне кажется, то ли мы такие непробивные, отработали, почти еще погуляли, да, мы такие непробивные просто, у нас, не знаю, откуда эта энергия берется, спасибо, пусть продолжает откуда-то там браться, потому что мы намного больше, намного более энергичны, что ли, и мы всегда найдем время, чтобы пообщаться с друзьями. Американцы, нет, это не про них, с ними нужно вот действительно заранее договориться, и то они договорятся, потом что-то перенесут, потом они снова какая-то депрессия настанет, потом они не захотят ни с кем общаться, потом они захотят провести только время с семьей, потом они захотят просто уехать в одиночестве, я не знаю, там что-то там себе поделать. В общем-то, вот эта вот социальность и дружить с друзьями, это, мне кажется, про нас и не про американцев. Американцы дружат, но не так, чтобы хотели они вас видеть каждый день. Ребята, вот сейчас я вставляю сюда маленький монтаж, хочу вам напомнить, что если вы еще вдруг не подписались на мой канал, обязательно это сделайте, потому что у меня скоро идет череда интересных видео, развлекательных видео, видео не таких прям информативных, но как бы информативных плюс шутки-минутки. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте видео. Ох, следующая моя любимая селедочка. Я, в общем-то, каждый раз задаю американцам вопрос, знают ли они, что такое селедка. На английском, когда говоришь селедка, да, не все тоже понимают, что это, не все знают такую рыбу. Тут больше популярно селмон, селмон, селмон у них все сделано. И я, если знаете, по секрету вам скажу, если у нас селмон считается, это что, семга или форель? Форель, наверное. Считается довольно-таки недешевым удовольствием, да, не каждый раз себе можно это позволить купить, то здесь просто этот селмон, ну, просто везде, особенно в Сиэтле, очень много разных замороженных, какие-то котлеты селмона, то есть это, я бы не сказала, что это удовольствие для богатых. Так вот, вернемся к селедочке. Давала я, однажды, попробовать американцам селедку. Вот так, само понятие того, что это сырая рыба, им странно. Я, кстати, слышала не от одного американца, что они, в принципе, сырую рыбу не едят, и суши для них тоже как бы так себе, хотя мы-то за суши убить готовы. Вот, и селедка им тоже как-то не особо по душе, соленая, не знаю, ну, в общем-то, не знаю, люди очень много чего теряют с нашими-то селедочками под шубой. Еще одно интересное наблюдение, которое я сделала, это американцы, как же правильно бы сказать, американцы любят вот такую стабильность, и они боятся рисковать. Наши люди, в силу того, что все хотят тут жить получше, все хотят, уже доехали до Америки, для многих это уже нифига себе достижение, и раз уже сделали такой большой шаг, да то почему бы не преуспеть в своем бизнесе, в своей компании, да, где-то развиваться, в своей карьере. Наши умеют рисковать, наши умеют пробовать открывать что-то свое. Многие, кто здесь находится, кто здесь живет, либо просто мне, наверное, так везет, но в моем окружении почти все работают на себя, либо делают все для того, чтобы работать на себя, и не работать на кого-то. Американцы же стабилочка, я получаю там свои 15, 20, 25 долларов в час, мне хорошо, мне больше не надо, я доволен. Да, мне не особо нравится работа, но с другой стороны, я просто отработал там 8 часов, пришел домой, лег спать, проснулся, пошел снова поработал, лег спать, и все. То есть, мало того, что они, как бы, может быть, они не особо-то довольны тем, что они делают, но в то же время состояние стабильности, и того, что завтра будет ровно так же, они там будут себя откладывать на пенсию, они там будут собирать просто деньги, американцы очень любят собирать, об этом сейчас поговорим. Вот, они вот к этому приспосабливаются. И я еще не слышала такое, чтобы вот американцы там повлазили в долги в надежде открыть свой бизнес, видела такое только в фильмах, вживую здесь не видела, но опять-таки, я не со всеми американцами общаюсь, если вы лично знаете американцев, которые такие и в огонь и в воду тоже, да, и хотят, и кредитов набрать, и готовы свой бизнес начать, и знают, что идея выгорит, и готовы работать там, я не знаю, по 80, по сколько там еще, возможно, часов в неделю, чтобы это выстрелило, напишите об этом, расскажите, будет тоже интересно такое прочитать, потому что я на своем опыте, к сожалению, не знаю. Так вот, если подытожить, да, то мы это те, кто сделает все возможное, чтобы преуспеть в развитии своего бизнеса, бросит работу, поживет на сбережения, я не знаю, возьмет кредиты, но попробует сделать что-то свое, в то время как американцы более такие, я лучше на спокойствие, я не буду лезть, там как бы не особо классно, но чего мне рисковать? Потому что все понимают, да, что если вы начинаете делать что-то свое, то нужно там впахать так хорошенечко, чтобы это свое выгорело, и там никаких выходных нет речи, и там нет речи о том, что вы идете и после работы ложитесь спать. Вот, далеко не все американцы к такому были бы готовы, и вообще бы не хотели бы, наверное, это делать, и вообще, когда слышат, что люди открывают свои компании, для них, для многих, мне кажется, до сих пор это вау, как это вообще возможно? Вот, дальше, про сбережение денег и про вечную идею того, что нужно вот скапливать все деньги, которые они зарабатывают. Вот, у меня многие знакомые реально вот копят все деньги. У нас как-то со всеми нашими ребятами, с которыми я общаюсь, там абсолютно другие идеи, там инвестиции, да, кто-то инвестирует в крипту, кто-то инвестирует в акции, кто-то уже купил себе какой-то пенсионный фонд, ну как купил, вступил в какой-то пенсионный фонд, как 401k, и через него инвестируют куда-то, да, то есть как-то мы думаем про пенсию, откладывая какой-то процент туда, но это все равно все идет в инвестиции. Вот, либо же собираем деньги, чтобы пойти учиться куда-то, да, то есть мы как-то собираем деньги с идеей, куда эти деньги будут потрачены. Кто-то там собирает там, чтобы, опять-таки, в свой бизнес начать, да, кто-то собирает, чтобы там на счету было столько денег, чтобы потом кредит взять. Вот, американцы тупо собирают на старость, тупо собирают на тот момент, когда они наконец-то бросят работу и не будут работать. То есть нет у них такого, что вот я насобираю, потом их куда-то вложу, это даст мне офигеть какой скачок, рост во всех смыслах, да, и потом за счет этого, там, я, не знаю, пассивного дохода буду работать, так буду, точнее, жить. Такого нет. У них именно вот я сейчас работаю, я буду работать, каждый день я буду экономить. Вот еще главное отличие, да, мы как-то постараемся заработать больше, чтобы, собирая на что-то, нам не нужно было прям вообще себя урезать во всех нуждах. Американцы же почему-то предпочитают реально урезать себя, находить дешевые апартменты, находить там дешевые продукты, на акциях, скидках, всегда все везде-везде сэкономить по максимуму, хотя, кстати, я не говорю здесь, что скидки это плохо, я считаю, что почему бы нет, если есть акция. Вот. Но вот они это так как-то копят всю жизнь, чтобы потом уйти на пенсию, и все. Мне такая штука непонятна. Опять-таки, не про всех американцев я это говорю, говорю с того опыта, что я знаю. Мне кажется, вот наши ребята намного более, я даже не знаю, в общем, по-другому относятся к деньгам и смотрят на деньги больше как на ресурс. Изначально, вот в нашем возрасте, да, что вот потерять деньги, ничего страшного, да, за что-то там, не знаю, штраф получился, окей, деньги приходят, уходят. Главное продумать то, как получить где-то эти деньги, да, в итоге. Получить чуть больше, куда их вложить, как их инвестировать в себя, в акции, в бизнес, куда-либо там угодно, да, чтобы это выстрелило, и потом уже классненько на пассивном доходе себе жить. Вот, такая идея. Я надеюсь, вам понятно, что я здесь говорю. Вот, еще американцы не любители дорогих машин. Я когда покупала свой Мерседес, кстати, скоро будет об этом видео. С хорошим названием, я тоже придумаю. Вот, когда я покупала себе Мерс, мои очень близкие, моя американская семья меня не любила. Вот, не любили они меня. Они на меня смотрели и говорили, тебе это не надо, тебе не нужен Мерс. Вот, возьми джип за тысячу, там, 15. Все, не нужно тратить так много денег. Я, конечно, сначала к ним прислушивалась, потом подумала, что, блин, да нифига, я все равно хочу Мерс, потому что я там себя буду хорошо чувствовать, мне это будет приносить удовольствие. Вот, когда я приехала на этом Мерсе к ним первый раз домой, показать, все только заметили недостаточки какие-то, и, в общем-то, никто даже не сказал, молодец. Ну, да и ладно. Вот, в чем же тут суть? Суть в том, что американцы, они не любят дорогие машины, для них это трата денег. Это, я вам серьезно говорю, если вы приезжаете в какое-то место и видите, что там находятся только немецкие автомобили, то, знаете, там вечеринка у людей, приехавших с Европы. Там 100% наши люди тусуются, потому что, мне кажется, здесь на дорогих автомобилях ездим либо мы, либо вот с Азии люди. That's it. Вот мы любим красивые вещи, да, мы готовы на них потратить чуть больше денег. Кстати, хочу заметить, что здесь люди не покупают дорогие машины и потом заправляют их дешевым бензином. То есть здесь как-то уже, может быть, в ходе того, что переезд немножечко меняет людей, да, но нет такого, что я вот куплю себе что-то такое понтовитое, но у меня не будет денег заправлять эту машину, не будет денег заплатить за парковку. Нет, здесь с этим как-то все понормальней, да, люди тоже не покупают дорогой автомобиль, когда у них вообще нет денег. То есть все просто доходят к этому моменту, но почему-то есть американцы, которые как бы тоже могли бы себе такое позволить, но они предпочтут вот эти вот деньги отложить себе на пенсию. Мы предпочтем доложить эти деньги и купить себе классный автомобиль, который мы будем классно себя чувствовать, который повлияет на то, как мы себя ведем, повлияет на то, как мы общаемся с другими людьми, потому что тоже, знаете, для меня, например, важен и внешний вид, это все влияет на то, как я себя позиционирую в обществе в какой-то степени. Так вот, и мы лучше вот эти деньги ложим туда, потом еще придумаем, как заработать больше, чтобы потом нам старость хватило. А американцы нет, им вот дешевый автомобиль, ну, в принципе, они к машинам относятся как к мусору, реально. Там просто, ой, блин, не могу, не могу, просто ужасно. Бросают, все-все разливают, а куда-то там целый гардероб возят. Кто-то собак каких-то перевозил, там волосы поставались, американцы же любители животных. В общем, если у нас там все красиво, по хучке, да, мы натираем весь этот салончик, чтобы он блестел, чтобы кожа блестела. Если там все пылесосим, да, то нет, это не про американцев, иногда это просто реально мусорка. Дальше, 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 ну, тут уже такое интересное, пакет с пакетами. Нет такого у американцев, я, в частности, почему я думаю, нет у американцев пакета с пакетами? Да потому что им не нужны пакеты, они просто так в машину все выбрасывают. У нас-то, вспомните, как, сколько это, лет 20, получается, назад, ну, 20, меньше 20 лет, 15 лет назад, в школе, я шла со школы, и заходила в магазин, и что-то покупала, и еще параллельно покупала пакет. И выбирала, что был красивый пакет. Класс, обожаю эти воспоминания. Вот, у нас до сих пор осталась эта привычка, пакет с пакетами, у всех там между стенкой и холодильником вот такое вот стоит. А у американцев нет, у них либо вот эти вот зип-лаки, но мы тоже такие используем, больше для продуктов, да, ну, в принципе, что в них больше ничего не поставишь. Но, вот, они либо в сумку все пихают, либо в рюкзак, либо вот так в руках и в машину. Вот, поэтому, если они увидят наш пакет с пакетами, то они будут такие, че, блин. В общем, вот это вот такие штуки я нашла в нас, чего нет в американцах. Как думаете? Плохо? Хорошо? Отличаемся либо в лучшую сторону, в худшую сторону, хотя тут так радикально вообще нельзя говорить, потому что мы все абсолютно разные, американцы разные, и мы разные, и мне до сих пор интересно находить какие-то сходства и какие-то расхождения между нашими культурами. Вот, если видео понравилось, я, как всегда, жду ваши лайки, вопросы в комментариях, и желаю вам хорошего дня, либо ночи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok